Примите участие в семейной экологической программе «Наше дерево». Высадите дерево в честь рождения вашего малыша. Ей не очень нравится эта идея, а самое главное, что я не вижу ей подтверждения в Библии, что мужья и жены – это подарки. Пока вы станете двумя половинами, еще пройдет какое-то время. Что делать, если родители, в частности мама, всегда контролируют твою жизнь, особенно вопросы брака? Я говорю о том, что я чувствую и как я хочу. И я этим выстраиваю границу. А я вот обидела ее. Мы не позвали, всех позвали, а ее не позвали. Это прям явно ты обижаешь человека. Хотите отомстить ей? Чтобы она вот все изолировали, наказали. Если вторая половина не видит ничего проблематичного в том, что мама каждые 15 минут звонит, а я как бы такой, ну, хорош, сколько можно. Границы выстраивать надо, но опрятно. Не поставить себе цель и задачу убежать от этого, а поставить себе задачу найти подходящее для меня. Всем привет! В очередной раз добро пожаловать на канал Питайкины Антона и Юлия. Да, мы говорим о семейных ценностях. И как правило, если вы видели до этого наше видео, мы встречаемся с семьями, разговариваем, перенимаем опыт и всегда говорим, что мы не эксперты, не коучи, не тренеры, не консультанты и вот не все вот это вот. Но мы решили сделать новую рубрику, где приглашать именно таких людей, экспертов в своей области и задавать им ваши вопросы относительно семейных отношений, тонкостей, нюансов. Сегодня у нас Надежда Обыденова, и мы продолжаем говорить о психологии отношений и зачитывать, задавать вопросы, которые вы писали, когда мы вас просили. Поэтому это прямо из жизни и жизни, не придумано, не выдумано. Сегодня у нас выпуск такой будет посвящен родителям. Мы решили разделять небольшие темы, вот сегодня у нас о родителях, отношении детей, а мы с вами, грубо говоря, дети, по отношению к родителям, так или иначе. Короче, без лишних слов. А, ну, конечно, да, если вы вдруг впервые видите эту рубрику и смотрите это первое видео такого формата, на которое вы попали, Небольшая видео-визитка про Надежду Обыденова, чтобы вы понимали, с кем мы сегодня разговариваем. Надежда Обыденова – семейный психолог-консультант. Родилась и выросла в Москве более 25 лет в браке, двое сыновей и двое внуков. Первое высшее образование Московской Богословской семинарии. В 2008 году окончила Московский психолого-социальный институт по специальности психолог. Затем защитила диссертацию и стала кандидатом психологических наук. В течение последних 15 лет работает семейным психологом, помогает супружеским парам решать их проблемы, а родителям найти подход к своим детям. Должен ли ребенок вмешаться в отношения между родителями? Может ли он положительно повлиять на их отношения, помочь им в решении личных вопросов? Если да, то как? Да, раз Елизавета подписалась, я думаю, что можно сказать, что это пишет Елизавета. И суть какая, что это подросток, который видит, что у родителей есть проблемы. И может ли, или как там, должен ли, или имеет ли право ребенок пытаться как-то помочь родителям с отношениями? Сложный вопрос. Потому что, опять же, не скажешь однозначно ни да, ни нет. Но я скорее, наверное, склонюсь в сторону нет, не должен. Но если мы рассматриваем должен как долженствование такое, да, то есть мог бы и сказать, что мама права, или мог бы и поддержать отца, в конце концов, ты будущий мужчина, ну что-нибудь такое, да, то, безусловно, нет. То есть если между родителями конфликт, ну, наверное, тут не надо искать каких-то открытий новых. Ребенок не должен становиться ни частью этого конфликта, ни центром этого конфликта, ни тем более громотводом в этом конфликте, ни каким-то даже фактором, который мог бы наделить ребенка некой ответственностью. Потому что ты ответственен, чтобы между нами был мир, чтобы между нами были хорошие отношения. Поэтому нет, не должен, однозначно. Другое дело, что иногда родители ищут вот этого положительного влияния, цепляясь за ребенка, как зубоечек такой, да, вот, давай хоть ради ребенка сделай это. Давай ради ребенка мы... Вот, и это тоже, к сожалению, не помогает ребенку как бы положительно повлиять на отношения. Это наделяет ребенка вот этой ответственностью, что ты ответственен, чтобы между нами был мир. На самом деле дети быстро берут на себя ответственность за то, что происходит между родителями. Им кажется, что они могут повлиять, потому что, как правило, у каждого из детей уже было несколько таких прецедентов. Ну, например, родители ссорятся, и тут ходит ребенок даже младшего возраста. Начинает плакать, и родители, все-все-все, давай не будем при ребенке, и конфликт завершается. Конечно, громкий период проходит, у ребенка складывается мнение, такая иллюзия такая, безусловно, да, что в семье воцаряется мир, как только он появляется, да, потому что для ребенка как бы это не разрешение конфликта, это просто отсутствие его, нет громкого периода вот этого. Вот, и как бы, и ребенок начинает со временем следить за тем, чтобы его присутствие вот этот мир сохраняло. Представляете, какой груз несет такой ребенок, неважно, младшего он какого-то возраста или он подросток. Вот, поэтому перетягивание ребенка с одной стороны на другую сторону, да, в родительском конфликте или вообще в отношениях многолетних, все это вот этот груз на ребенка накладывает, это небезопасно для его психики, для его нервной системы. То есть со временем дети начинают, ну, их нервная система бы даже больше, да, она начинает реагировать на это разными сигналами. И очень часто это происходит действительно через время, потому что вот он держится, он старается, через некоторое время все-таки перегрузка наступает. Родители начинают замечать изменения в поведении или там просто там нарушения какие-то, там режиме сна и бодрствования ребенка. И жутко удивлены, что это как-то связано с теми конфликтами, которые были. Но это уже прошло, мы же уже помирились, уже же все нормально. А то, что это отзвук вот тех отношений, конечно, ну, редко сопоставляет. А если поменять точку зрения сейчас, я ребенок, достаточно взрослый, почитал книжки умные, мне кажется, я знаю, как правильно строить отношения, и вижу, что мои родители, я живу, например, с родителями сейчас, вижу, что мои родители ссорятся. И я такой, сейчас я их спасу и всем помогу. Имею ли я моральное право вторгаться в их отношения и пытаться их починить? Или я должен сказать, ну, они родители, они сами разберутся. Ну, может быть, моральное право вы имеете, но если говорить о результате, то, скорее всего, не стоит этого делать. Потому что, опять же, это, скажем так, это как в спорте разные весовые категории. Мы не можем, там, спортсмен, который, там, боксер весит 50 килограмм и там 90, вряд ли можно их матч судить между собой. Поэтому здесь то же самое. Ведь у родителей накоплено огромное количество опыта, претензий друг к другу, каких-то обид жизненного пути, знаний о том, как все это происходило, там, от знакомства, там, или каких-то там нюансов с родственниками мужа или жены и так далее. У ребенка всего этого нет, и он как бы берется, скажем, судить вот на данный конкретный момент. Поэтому, конечно, он не может помочь родителям. Что он может сделать? Он может, скажем так, прервать вот этот громкий период. То есть, сказать, все, стоп, брейк, там, разошлись. Больше я не хочу, чтобы при мне вы это делали. Или там, ну, то есть, остановить именно ситуацию какую-то. Но, конечно, разрулить было бы очень, наверное, просто, если бы любой человек, почитав в интернете, как это делается, пришел бы и наладил бы отношения. Интересно, я часто, ну, когда приходит человек и говорит, вот, скажите мне, пожалуйста, пошагово, что мне делать? Как мне это разрешить? Рецепт мне. Вот, да, ну, мало того, что как бы рецепт, но еще, знаете, такое ощущение, что есть отношение к человеку как к механизму, как к стиральной машине. Дайте мне инструкцию, пожалуйста, и тогда я начну там все делать. Вот, ну, потому что со стиральной машинкой все более-менее понятно. То есть, если там не загорается эта лампочка, проверьте, включена ли вилка в розетку. Если там не включается эта, проверьте, подсоединено ли это. И кажется, что мы вот прошли так по шагу, о, так я же разобрался, да, такое внутреннее чувство удовлетворения, что ты справился с этой техникой. С отношениями сложнее. К сожалению, тут нельзя прописать вот такую систему, потому что каждый случай будет индивидуален. И даже читая вот этот вопрос, да, нужно много вопросов еще задать, да, какого возраста ребенок, какова ваша история отношений, а насколько конфликтна ваша семья. Речь идет о разовом каком-то попытке ребенка вмешаться, да, или он постоянно вмешивается. А как вы растили этого ребенка? Он такой царь с короной на голове, который там рулил всеми. Ну, конечно, он будет чувствовать себя вправе рулить и вашими отношениями тоже. Или он, наоборот, рос таким существом, которое всегда было там или абстрагировано, или бесправно по отношению к семейным делам и вопросам. И вот он тут вырос и решил возвысить голос наконец-то. Поэтому эти все нюансы будут, в общем, и определять ответ на вопрос уже более конкретно. Но если говорить об общем правиле, то нет, не должен. То есть просто остановить громкие какие-то ссоры? Да, он может. И все. А если ему кажется, что отец с матерью несправедливо поступает, может ли девочка… Поговорить с папой. Да, не поговорить, а сказать, ну вот здесь, папа, ты правда грубо сказал маме. Может, да, может. Но опять же, скорее всего, я предположу, что она услышит от папы, много ты понимаешь вообще, или до какой ты права имеешь. Это наше с ней отношение. И, собственно говоря, папа будет действительно прав в этом смысле. Не в форме предъявления, да, вот этой претензии. По сути. А по сути, да, что он действительно, он выясняет сейчас отношение со своей женой. Другое дело, что папу стоит спросить, а зачем ты это делал при ребенке, какого бы возраста он не был. То есть очевидно, что там вы уже не травмируете его, если он взрослый ребенок. Но то, что вы показываете плохой пример, ну это прям правда. Ну а если взять вот эту же ситуацию, а подойти мудрее, и не сразу после конфликта, или не во время конфликта, и говорить, пап, ну ты тут не прав, а позднее чуть-чуть подойти и спокойно сказать, ты знаешь, пап, мне кажется, ну вот ты грубо что-то сказал, и как бы это, наверное... Опять, как мнение, да, поскольку если отношения в семье открыты, да, конечно, может ребенок выразить свое мнение по поводу того, тем более если он свидетель этого конфликта был. Если это речь идет о том, что ребенок как бы позволяет себе давать советы по супружеству, являясь еще не супругом, а родителем... Присаживайтесь, я вам сейчас расскажу, как надо. Сейчас мы пройдем краткий курс супружества. Я тут посмотрел в интернете видео. Вот, то, конечно, ну опять же, он справедливо услышит от родителей, что, в общем, давай не будем этот курс организовывать сейчас. Ну, в общем, так многие родители говорят, ты вот поживись мое, да еще вот с такой женщиной, как твоя мать. И тогда мы с тобой поговорим, посмотрим, как ты будешь себя вести. Окей, хорошо. В общем, если отвечать на этот вопрос, Елизавета, то, наверное, если отношения открыты, то можно поделиться своим мнением или просто как-то передать чувства, или, может быть, просто поговорить, но не пытаться учить, наставлять и вот что-то такое. Окей, хорошо. Вот такой вопрос у нас еще есть. Очень боюсь создать несчастный брак. Боюсь, чтобы не было проблем, как у моих родителей. Не очень хороший пример с их стороны, как мужа и жены. Что делать помимо молитвы? Девушка спрашивает, которой 17 лет. Вот прям очень хороший вопрос. Вот прям я уже ее очень уважаю, эту девушку. Вот если бы все девушки в 17 лет задавали такие вопросы, наверное, было бы меньше каких-то проблемных браков, скажем так, не сказать несчастных. На самом деле, я в последнее время очень много задумываюсь о том, насколько важен пример, хоть какой-то пример хорошей, такой счастливой, крепкой семьи для молодых людей. А задумываться начало именно потому, что, разговаривая с молодыми людьми о создании семьи, огромное количество говорит, а у нас и нет примера, что бывает по-другому. А что есть, покажите нам хоть одну семью, где люди живут много лет вместе, и они счастливы. Вы же сказали им наш ютуб-канал. Когда вас будут спрашивать, отправляйте их. Обязательно. Много-много примера, этим и заняты. Вот, и это проблема, да, что мы не можем показать образец и сказать вот так. Вот посмотрите, вот бывает же, что происходит с молодым человеком, скажем, в его голове, с представлением о семье. Он просто перестает верить в то, что это возможно. А то, что написано в Библии по этому поводу, кажется устаревшей информацией, поскольку раз это в реальности не существует, значит, ну как, ну это фантазийный образ какой-то. Две тысячи лет назад работала, наверное. Да, может, это так и было. Вот раньше, когда там вот... Деревья были низкими. Да, мужчины были ответственными, а женщины сидели дома и воспитывали детей. Вот, а сейчас все, нет, сейчас такого уже невозможно. Вот, поэтому, во-первых, правильно бояться создать несчастный брак. Правильно бояться не просто там остаться в одиночестве, или правильно бояться не просто там не выйти замуж, а правильно бояться быть несчастной в браке. Потому что вот это настоящая боль, это настоящая потеря, это настоящая тяжелость. Это страшно по-настоящему. То есть вот сравнивая, скажем так, взвешивая какие-то позиции, вот такие, я бы сказала, что если можно эту боль взвешивать, то вот это вот по-настоящему больно. Вот, поэтому, отвечая на этот вопрос, я скажу, вы ищите примеры везде, везде, где можете. То есть начиная с Писания и заканчивая верующими людьми, которых, в общем, свидетельство которых достаточно сейчас в пространстве, в интернет, где люди делятся своими какими-то историями, с счастливыми концами или с несчастными, но тем не менее, да, вот транслируют и свои ошибки, и свои какие-то достоинства. Ищите, читайте об этом книге, старайтесь находить какие-то точки боли свои, да, вот чего вы опасаетесь, потому что, смотря на брак родителей, вы же не просто не хотите вот так же, вы же понимаете, что вы чем-то отличаетесь, вы другой человек, да. Что больше всего вас огорчало, что больше всего вас напрягало, с чем вы совсем не готовы согласиться, в избраннике, да, то есть, как бы такая вот картинка с вашего папы, или то, как вела себя мама в статусе жены, вот что вам кажется, какие модели, вы должны их избежать. Вот, но опять же, все это делать нужно не с позиции страха, о, Боже, только бы мне не это. Потому что, опять, страх плохой проводник. Он, скажем так, делает свою работу на этапе стопа, да, на этапе какого-то привлечения внимания, но если он начинает потом быть топливом, из-за которого мы кого-то выбираем или не выбираем, то это, в общем, уже может стать проблемой на каком-то этапе. Поэтому, вот конкретно, да, почему, что вы не хотели бы, чтобы вот в поступках или в характере, или в привычках было, как у мамы или у папы, что вам уже кажется со стороны, да, вот было теми точками несоприкосновения. Но опять же, помните, что вам 17, а они жизнь прожили. И все-таки ваш еще ждет этот опыт, и как вы себя поведете, как вы отреагируете на какие-то трудности, проблемы жизненные, это покажет время. А вот это уже вещь, о которой, единственное, что мы можем только молиться, потому что это не в нашей власти, в нашей власти. Часто говорят еще, что дети, ну, копии своих родителей. Я думаю, что отчасти страх еще есть в том, что если у моих родителей так было, то я обречена на такое, потому что я дочь своих родителей. Так ли это всегда, что если у моих родителей были измены, то и у меня будут измены. Если мои родители ссорились, то и я буду ссориться. Может быть, чуть меньше, чуть больше, но я точно это буду делать. Или это неправда? Ну, тут как бы, когда вот геном человека расшифруют окончательно, и там найдется ген ссоры, ген конфликта, ген там гордости, ген там чего-нибудь еще там есть. Вот тогда мы с вами скажем, что это так. Да, что передалось. Да. А пока все-таки, ну, такая социогенетическая больше позиция, да, что мы модели поведения наши усваиваем в течение жизни, считываем их с тех, с той среды, внутри которой мы растем. Это, конечно, ну, такое доминирующее влияние на нас оказывается. Но это моя личная позиция, да, как специалисты. Потому что есть те, кто считают, что генетически обусловлены в большей степени какие-то привычки и поведенческие стороны. Вот. Но я все-таки верю в то, что социальная среда нас формирует в большей степени. Вот. И мне кажется, что это певлейская позиция, потому что на всякий раз, когда Бог, допустим, говорит, что ты там вот это дело вот так грешил, потом говорит, ну, не делай этого, не надо. Не надо этого делать. Ну, то есть, если это ген обусловленный, у тебя, условно говоря, есть ген измены, то, собственно, зачем тогда выбора-то нет, тогда ты не можешь. Тогда бы не было вот этой категории греха. Уж как родилось, так родилось. Тогда уж, ну, карма. Сам меня таким создает. Да, карма вот, как бы, карма такая. Вот проживу жизнь, в следующей жизни глядишь и буду другим. Зучком. Вот зучком, который не сможет уже изменять жизнь меня. Нет, буду навоз катать. Буду навоз катать. Могомолом, думаю. Ум, да, да. Там самка съедает его после. Так, так, все. Это было бы отличным. В общем, это не приговор. Конечно, нет. Конечно, нет. Человек несет ответственность за свои поступки. Если мы все, скажем, привязываем гену, человеку, то там мы не несем ответственности за наши поступки. Собственно говоря, это такая хорошая отмазка, которую многие используют для того, чтобы оправдать свое поведение. Вот, многие вещи, скажем так, они объясняются с точки зрения того, там, допустим, что дед изменял, отец изменял, я, скорее всего, тоже буду там гулять и изменять. Да. Чего бороться тогда? Чего бороться, да. Можно принять уже эту модель поведения. Ну, то есть, наверное, где-то там есть точки соприкосновения определенные, но, опять же, я бы все-таки свела на социальный такой уровень, что это модель поведения. Раз изменял, значит, как бы не считал, что это проблема. То есть, это объясняет поведение, но не оправдывает его. То есть, это как была измена и травмирующая ситуация для семьи, так она и остается. Чего бы там твой дед не делал. Еще есть такая история, что, не знаю, как это с точки зрения психологии и профессиональных терминов, но есть такое, что девушки часто очень выбирают себе мужа. Похожих на папу. Да, да, да. И вот в нашем смысле есть даже какие-то перекликания, что Елена иногда говорит, вот ты вот в этом, вот прям мой папа. Ты вот там пишешь так или что-то такое. Да смешного, но об этом мне, правда, мама сказала, что Антон, и мы вот исполняем мечты моего папы. Вот о чем он мечтал, это мы делаем шаг за шагом. Это так, надеюсь, это приятные вещи. Да, это приятные, да, да, да. Он хотел там учиться, туда поехать, все такое, и мы это реализовали. Вопрос больше про то, что это регулируемый процесс. Если я девушка, и мой папа вот такой, это значит, что я, безусловно, как бы ни выбирал, куда бы ни смотрел, все равно мне достанется такой же, как мой папа. Или я могу каким-то образом на это повлиять. Но это же не всегда отрицательные качества. Ты, допустим, взял все положительные качества. Ну, не, я понимаю, да, да. Ну, то есть это, нет ли такого, что это безусловно произойдет? Ну, то есть это, есть профессиональный термин какой-то, что мы всегда выбираем похожих? Ну, есть профессиональный термин. Вот, я хотела бы, чтобы мы с вами понимали, что поскольку, опять же, с точки зрения обстановки, в которой мы живем в 21 веке, неважно, в большом городе или в маленьком городе, да, скажем, то, что у нас есть уже, скажем, в социуме, как мы уже в семейном плане себя самовыражаем. И также с точки зрения Библии, да, мы выбираем мрачного партнера. Вот мне не очень нравится эта идея, а самое главное, что я не вижу ей подтверждения в Библии, что мужья и жены – это подарки. Вот кто это придумал, но эту мысль я часто слышу. Вот про детей написано, что это подарки. Вот что родилось, то и любишь. Симпатичная. Совпадал пол с вашим желанием, не совпадал, один или два родилось. Здоровые или с ограниченными возможностями. Что родилось, то и любим. И мы относимся к детям как дару. А вот супруги – это наш выбор. Безусловно, мы просим благословения у Бога для этого, и, безусловно, мы руководствуемся определенными критериями библейскими, которые у нас есть, для того, чтобы, ну скажем, выбрать правильно. Да, мы советуемся с Богом, мы в этом исполняем его волю. Но с другой стороны, если бы это был просто нам дар, мы могли бы в любой момент сказать, господи, ты вообще видел, кого ты дарил. Причем через пару лет. Чем я заслужила такой подарок? Чем я заслужила такой подарок? Готова отказаться? У меня чек сохранился, нельзя вернуть. Гарантия закончилась. Что-то пошло не так. А такой момент, как правило, наступает у всех. Когда вот какая-то удовлетворенность такая, она немножко убавляется пыла, и удовлетворенность вместе с ним. Поэтому, если мы все-таки понимаем, что это наш выбор определенный, что мы на это влияем, то мы ответственность на себя берем за отношения, за построение отношений. И тут у нас как бы свалить на то, что вот где-то кто-то, что-то там в наследственности. Ну, собственно говоря, вопрос по-моему, а вы куда смотрели-то? Ну, то есть у вас же была возможность выбрать, вы же могли нести ответственность за то, что происходило. Ну, смотрите, а если муж абьюзер? Я, сколько вот мы углубляемся в эту тему, есть какие-то звоночки у жены, допустим, она в позиции жертвы. Просмотрела. Да. Просто она этого не знает, но какие-то вот моменты в ней внутри привлекли ее к такому человеку. Или наоборот, человека такого она привлекла, потому что... Да, как обычно бывает. Ну, это уже другая огромная тема, как понять, что это не жертва, но вот такие же моменты могут быть внутри нее заложены. Безусловно. Но мы с вами говорим сейчас о ситуации, как, скажем так, не будучи еще замужем, да, или женатым, войти в семейные отношения правильно. Смотреть, учиться и взять на себя ответственность за выбор за свой. Не думать, что это как-то вот в воздухе надует что-то, и опа, скреется. Вот когда говорят, мне нужен мой человек. Или вторая половина. Как? Вот пока вы станете двумя половинами, еще пройдет какое-то время. Потому что если вы будете, скажем, с идеей поиска второй половины ходить по улицам города, ну, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Вот, поэтому вот когда мы только на этапе выбора, да, мы, конечно, стараемся взять, как я говорю, взять ответственность на себя. Это я смотрю, это я стараюсь. Если мы уже оказываемся в ситуации брака с человеком, который, допустим, оказался не тем, кем мы думали, да, или мы вдруг поняли, что мы этот сигнал абьюзеру подали, и поэтому мы в этих созависимых отношениях оказались. То это другая действительно история. История, скажем, работы над собой, или работы со всей семьей, или даже разрыва отношений, если речь идет об угрозе жизни и безопасности, например, женщине или детям. Вот, и там уже речь идет о том, что спасать надо человека, а не отношения выстраивать. Поэтому, говорю, вот дальше это будет все по отдельности. Окей, хорошо. Но если чуть-чуть еще затронуть эту историю, можно ли дать совет такой, что если вам не нравится что-то в отношениях ваших родителей, и вы потенциально начинаете отношения с каким-то молодым человеком, каким-то образом проверять его на соответствие с тем, ну, то есть как-то вот мой папа кричал, там, я не знаю, пил, не дай бог, пил, или что-то такое. Она должна взять на себя ответственность, проверить его на все эти... Смотрите, она его проверила, он, значит, не кричит, не пьет, но зато он матерится и бьет. Как бы... Мы не то взвешиваем. Мы вообще не то взвешиваем. То есть, то, что я говорю, когда вот у нас страх только не был бы, как мой папа, скорее всего, мы получаем комплект просто других вещей, которые... Лучше бы мой папа. Да, получше бы их на хлопы. Поэтому у меня вопрос, что вы сами хотите от брака, да, вот это нужно скорее задать себе вопрос. В общем, смотреть на положительные. Да, а какой брак я хочу? И вот тут нам нужно ведь положительные примеры, поэтому я и сказала, вы их ищите лучше их, чем ковыряйте вот то. Хотя и там при себе отдать ответы на вопросы, да, что мне не нравится, как бы я не хотела, что именно, да, вот разобрать. От чего бы я страдала, может быть, живя ребенком в этой семье, я видел, как страдала моя мама или папа. Но не поставить себе цель и задачу убежать от этого, а поставить себе задачу найти подходящее для меня. Круто. Не минус, а плюс. Плюс, конечно. Хорошо. Поехали, вопрос от молодого человека. Что делать, если родители, в частности, мама, всегда контролируют твою жизнь? Особенно вопросы брака. И это нездоровый контроль. И приводится ситуация, но мы ее прочитаем. Когда мой брат начал встречаться с одной девушкой, то под давлением мамы он вынужден был расстаться с ней, так как мама начала активно участвовать, звонить и, в общем, там, угрожать и всякое такое. Мне 18 лет, и я думаю, что готов строить отношения, но мне страшно их строить из-за того, что я могу навредить девушке, потому что мама начнет проявлять к ней особенный интерес. Помогите, пожалуйста, с вами не благодарен. А, и он еще пишет, что от родителей уйти я не могу, я вынужден оставаться в их семье, потому что учусь, и как бы, ну, они меня содержат. Вот. Короче, тотальный контроль от мамы. Частые истории, думаю. Да, важно, что, хорошо, что указывают возраст, важно, что всегда все-таки возраст, то есть, когда там 11-летний человек сопротивляется контролю. Меня мама контролирует, мне нужна свобода, помогите. И когда человек, в общем, 18 лет, страдает, контролирует, все-таки разные истории. Но если не обобщать, а говорить именно об этой ситуации, потому что здесь сложно обобщать, довольно здесь прям такие вводные данные, четкие. Конкретные, да. Вот, я бы сказала так, что вам надо потерпеть. Потому что, ну, по крайней мере, я бы к этому склоняла еще какое-то время. Учеба будет длиться не вечно, скорее всего, она ограничена четырьмя годами бакалавриата. Вот, и если вы ставите себе задачу, ну, видя разрушительное воздействие мамы, там, на вашу жизнь, на жизнь вашего брата, не конфликтовать с ней это время, не отвоевывать, так сказать, свое пространство вместо под солнцем, скорее всего, она уже, ну, не поймет это, не оценит. И, ну, вы только разругаетесь, и будете ненавидеть друг друга до конца дней. Вот, собственно говоря, что угрожает старшему брату, на мой взгляд, да, который будет теперь всю жизнь вспоминать, возможно, да, то есть хочу утверждать, но такие истории часто бывают, то, что вот, ты разрушила мое счастье. А еще, если бы у него случится не очень счастливый брак или какой-то проблемный брак, и он будет думать и обвинять вот в том, что ему не дали там принять свое какое-то решение, может быть, будет благодарен, мы не знаем. Но на самом деле, опять же, я всегда говорю о том, что вот моя ответственность за свой поступок, она всегда все-таки предпочтительнее, чем вот такое навязанное благо, если это касается взрослых, конечно, людей, а не детей. Вот, но это уже взрослые дети. Вот, поэтому потерпите какое-то время, и когда вы поймете, что вы способны, может быть, не очень благополучно, а не очень материально, там, богато, но все-таки отдельно строить свою жизнь, тогда вы будете принимать решения, в том числе и личной жизни. Знаете, вот психология, когда говорит о понятии детства, она говорит о том, что вот как определить, в детстве еще человек находится или нет. Степенью ответственности и степенью независимости в разных вопросах. Ну, например, если вы зависимы финансово, если территориально вы зависимы, эмоционально вы зависимы от мамы, сколько вам лет бы не было, вы в детстве, хоть 40. Вот, поэтому пока вы территориально, эмоционально, финансово зависите от этих людей, вам придется признать, что вы на их территории, и вы вот пока... В статусе ребенка еще. В статусе ребенка находитесь, да. Если вы хотите самостоятельности, В принятии решений, то есть эмоциональной независимости. Если вы хотите приходить домой, когда вам хочется, то есть территориальной независимости, вам придется приобрести материальную независимость в комплекте. И тогда, да, вы вправе, скажем, ставить границы в своей жизни определенным образом. Потому что сейчас это, говорю, будет, на мой взгляд, просто конфликт в семье очередной, который приведет к ухудшению отношений. Отношение тонкая материя, какая бы она ни была, она все равно ваша мама. И, скорее всего, она делает это не из злого умысла, а пытаясь заботиться о вас. Ну, вот так она видит заботу. А вы себе возьмите это как урок и своим детям так в отношении к ним не ведите себя, зная, что чувствует ребенок, находящийся во взрослом возрасте под таким контролем. О границах. Хорошо, что мы затронули эту тему. Сейчас пойдем в большую, мне кажется, сферу личных границ, связанную с родственниками. И вот один из вопросов тоже от наших зрителей. Очень интересна тема личных границ с родственниками. Почему люди считают, что могут учить других жить так, как они это хотят или видят? Почему люди это делают? Что им движет? Как реагировать на подобное? Дальше не буду читать, потому что таких вопросов было несколько. И мы более или менее объединим их и вопросы выставим таким образом. Как себя вести, если родственники, даже если это не мама, тетя, дядя, еще кто-то, вторгаются в твою, предположим, уже семейную жизнь? Вот я уже женат, у меня есть жена, и моя мама вдруг начинает нам объяснять что-то, лезть все время, как мне строго проводить черту или нежно с ней разговаривать? Как вести себя в такой ситуации? Ну, наверное, всегда правильнее начинать с лайт-версии, а поток как бы уже тяжелый. Если работать не будет. Да, да, да. Поэтому, конечно, сначала поговорить с человеком. И часто вот спрашиваю там, а как поговорить? Одна девушка мне подсказала хорошую фразу, словами через рот. Поэтому вот так просто и поговорить, сказать, мы тут посидели, подумали, и вот я решил, вот мне, нам или мне. Мы очень благодарны вам за все ваши советы, но не могли бы вы, пожалуйста, сказать. Да, да, вот как бы мы тут сами рулим. Это может обидеть, это может быть непонятно. Вот, скажем, вы отвечаете за ту часть, опять же, которая ваша. Достаточно корректно, уважительно, спокойно сказать человеку свое мнение, свое понимание, свое желание, свои чувства. Вы не можете отвечать за ту часть, которая касается принятия, скажем так, этой информации. Вы должны еще раз хорошо позаботиться о том, чтобы информация была передана ласково, уважительно. А как это, вот туда вот, ну, иногда люди боятся что-то говорить, именно потому, что они понимают, что там они не имеют никакого влияния, что как бы сформировать ответ человека, да, его настроение, что человек обидится или что-то еще, но мы правда не можем там повлиять. Вот, но это и не ваша зона ответственности. И вот начинается, знаете, такое, а вот я скажу маме вот это, а она мне ответит вот это, а я тогда ей скажу вот это, а она тогда, а потом она обидится, а я буду чувствовать себя виноватым, и я не буду ничего виноватить. Это вот жить в голове другого человека. Вот мы пожили там какое-то время, поняли, было неуютно, и сбежали оттуда. Но проблема как была, так и осталась. И она тянется годами, и люди копят вот эту обиду, и какой-нибудь потом ключевой такой момент или ключевой вопрос вдымается, и весь, вся это строение шатко и рушится на самом деле. Потому что мы построили за себя, за него, так это не бывает. Поэтому вот я сделал все, что мог для того, чтобы донести эту информацию корректно, ласково, с любовью, максимально хорошо. А вот что произойдет на той стороне, мы, конечно, об этом подумаем, но не слишком много, потому что повлиять мы по большому счету на это не можем. Вот, поэтому когда, вот это про границы. То есть я говорю о том, что я чувствую и как я хочу. Вот, и я этим выстраиваю границу определенную. Но делаю это тоже по определенным правилам. Да, я не просто там тычком или там каким-то грубым словом это делаю. Вот, если человек не понимает, все отношения выстраиваются. Да, сейчас мы перейдем вот во вторую часть. Просто я хочу подытожить для себя, что для того, чтобы выстроить границу, мне нужно, во-первых, сказать второму человеку, или с кем я хочу границу, что я чувствую. Что я хочу или не хочу, как я вижу. И что я хочу, да, да. Ну, то есть что у вас, собственно говоря, в этой ситуации и поводит. Не просто говорить, не лезьте в наши отношения, мы разберемся сами. А также, как мы говорили, по-моему, в прошлом выпуске или в позапрошлом, что нужно говорить, как это повлияет, ну, влияет на меня. Да? Знаете, вот в таком подробном отчете о том, почему он не должен делать, да, или там в этих я бы сказываниях так называемых, другое может и не увидеть никакого смысла. Ага, да, это для меня важно, а для него это пустяк. Это вам, это ваше, а для другого-то это вообще, более того, он как бы начнет вас переубеждать, что вы еще и не правы, что вы неправильно чувствуете. Еще и сюда полез. И вот когда, да, и вот когда вам будет столько лет, сколько мне, вот тогда ты будешь по-настоящему что-то, и тут как бы вы убиты, потому что вам прав не то, не столько лет, сколько ему. Вот, поэтому, наверное, вот такой, знаете, подробный отчет, что вы чувствуете, тоже не всегда... Не вдаваться. Важно, да, просто когда вы говорите, что вы что-то хотите или не хотите, считаете правильным или неправильным, да, нужным или ненужным для вашей семьи. И, возможно, это будет ошибочно даже, но вы потом сами за эту ошибку и ответите, вы сами потом в ней разберетесь. А вот сейчас вы просто просите вот этого. Вот остаться в этом поле, не начать спорить, доказывать друг другу правоту, позиции или нет. Потому что, говорю, все равно это упрется в какой-то тупик, где вы не того возраста или тот не того образования. Вот и все. А дальше граница, скажем так, окапывается, углубляется, заостряется. То есть вы там, не знаю, ограничиваете какие-то контакты возможные, или вы не приглашаете на какие-то мероприятия, которые связаны именно с точкой раздражения какого-то. или, ну что еще, регулируете количество звонков или сообщений в течение дня, на которое время. Ну, то есть, в зависимости от того, как ваши отношения в дальнейшем двигаются. Ну, вот здесь вот в вопросе написано, что почему люди считают, что могут учить других жить так, как они этого хотят или видят. Интересно, а как они еще, а чему они еще должны жить? Они, естественно, учат и вас в своей жизни, только как они это видят. Потому что они же учат правильному, а правильно это как? Как у меня, да. Как я, как я хочу. Что же они будут другому чему-то учить? Насколько правильно здесь быть эгоистом, ну, в хорошем смысле отстаивать свои границы, если это близкие родственники, если это мама мужа или моя даже мама, к примеру, и меня, ну вот, что-то раздражает, что-то не нравится, или я чувствую, что мои границы нарушаются. Вот я очерчиваю, окапываю, окапываю, не приглашаю на праздники, сокращаю звонки. Все равно, вот, ты начинаешь думать, что, а я вот обидела ее. Вот мы не позвали, всех позвали, а ее не позвали. Ну, это прям явно, ты обижаешь человека. Насколько здесь надо заботиться о себе и не двигать эти границы? Вот. Ну, понимаете, есть, я была бы рада, как к стиральной машинке, опять же, сделать списочек. Что можно сделать мамам, что нельзя делать. Вот, но есть люди разные. Я вот недавно столкнулась с такой историей, где как раз супруги не пригласили маму мужа на праздник, значит, какой-то, ну, решили сделать два праздника, отдельно собраться с одним родственником, отдельно с другими. А мама, значит, мужа, она человек с Кавказа, кавказской национальности. Для них праздники семейные, это вообще как бы... Она и туда, и туда пришла. Что-то. Да, она не пришла, но она оскорбилась страшно. Ну да, да. Потому что для их, скажем так, культуры, для их вот социума, в котором она выросла, она сейчас уже живет как бы в другом социуме, в другой стране, но все равно. Но для нее это страшно, это неуважение в высшей степени. И, собственно говоря, мы, наверное, сидя тут, как бы, можем сказать, ну, подумаешь, ну, не пригласили, ну, что теперь, убийца, что ли? А для нее это вот действительно так. Поэтому, я говорю, здесь вот не получится инструкции, здесь получится просто посидеть и подумать. Вот если я хочу с любовью, если я хочу все-таки, чтобы граница была, но она была не с шипами, не с иглами, не с вышками, на которые стоят снайперы, вот, что я могу делать и что я не могу делать? Вот до какой степени эту границу буду укреплять и окапывать? Вот. Где-то, говорю, это сокращение общения, потому что иногда там человек приходит, говорит, моя мама звонит мне много. Ну, сколько много? Ну, часто. Ну, сколько часто? Ну, каждые 15-20 минут. И думаешь, ого, правда, часто. Вот. А кто-то говорит, мне она звонит много. Я говорю, сколько это много? Ну, часто. Ну, сколько это часто? Ну, раз в неделю. И вот как тут понять, что много, что часто? Да, для одного, то, для другого, другое. Вот. Поэтому, говорю, здесь вот взвешивайте, что для ваших именно культур, что для ваших отношений было бы важно. И еще, что вы хотите донести, мотив, вы хотите отомстить ей? Чтобы она вот все, вот, изолировали, наказали, опять же. Или вы все-таки хотите, ну, выстроить какой-то новый план, новую форму какой-то отношений, да? Опять, не требуйте, чтобы человек понял, что эта форма хороша. Это она для вас хороша. А для нее, может, она так и будет считать, что вы ошибаетесь. Ну, собственно говоря, имеете право. И на ошибки в том числе. Вот. Поэтому границы выстраивать надо, но опрятно. Не хаотично. И справедливости. Затронула Юлия тему. Буквально чуть-чуть уточню, что если, например, я пытаюсь выстроить границу с мамой моего мужа или жены, я должен, имею ли я право напрямую с ней это делать? Или я должен посоветоваться вначале со своей второй половиной и как-то вместе мы в этом двигаться? Если вторая половина не видит ничего проблематичного в том, что мама каждые 15 минут звонит, а я как бы такой, ну, хорош, сколько можно. Как здесь действовать? Вначале вот здесь наладить, а потом туда? Безусловно, что у вас мы. Все остальное в психологии называется расширенная семья. Но семья, она здесь. Вот они. Даже если мне дети на рисунках, когда я их прошу нарисовать семью, рисуют маму, папу, бабушек, дедушек, тетечек, собачек, кошечек, там, и всех остальных, это проблема. Нет понятия семья. То есть кто эти? Вот семья – это мы. Поэтому все договоренности, все плюс-минусы, все условия, все ультиматуры, все здесь. А потом уже, когда приняли решение и договорились, тогда уже туда. Если, в общем, ваша супруга не против, чтобы вы с ее мамой выстраивали свои отношения, да, пожалуй, тоже вам это мешает. А если супруг не видит в этом проблемы, и вот здесь не получилось, а меня, допустим, напрягает. Тогда я ему говорю, что ты согласен, чтобы я поговорила с мамой о том, что тревожит меня. То есть мальчики могут не понимать каких-то проблем. Мальчики многих проблем не понимают. Мальчики – все хорошо. Мы девочками поговорим тогда. Да. Ну, то есть в любом случае в начале между собой, не через голову. Да, это уровень первичный. Это уровень первичный. Вот. И еще такой момент, что все-таки если есть какая-то неудовлетворенность с родителями друг друга, ну, это простое правило. Старайтесь, чтобы, собственно говоря, кровный сын шел со своей мамой, и снять отношения кровной дочкой со своей. И вот, потому что, ну, даже если проблема, допустим… Меня не устраивает, а ее устраивает. Но я прошу ее поговорить с ее мамой. Поговори, да, да, да. Ну, если ты идешь мне навстречу и говоришь, да, хорошо, мне кажется, проблемы нет, но ради тебя, я сама, давай, и ты идешь со своей мамой и разговариваешь. Это предпочтительнее, да, потому что даже если вашей маме не понравится что-то из того, что его требованием является, она все равно сквозь призму. У вас будет к нему относиться лучше, да, это смягчит, скажем так, вот этот вот отношенческий удар такой, вот, потому что, ну, вы это любите, вы просите, это ради вас делается. Она не обязана любить его так же, как вы, или одобрять так же, как вы. Вот, ну, это всегда, скажем, тоже такая лайт-версия границы. Ну, по крайней мере, хоть какое-то направление. Там-то потом не разобраться во всех нюансах, потому что кто-то так реагирует, кто-то этак. Но, по крайней мере, пойти в первую очередь стоит по лайт. Поговорить, объяснить, как-то попытаться… Да. Знаете, есть такое понятие сейчас очень модное – токсичные люди. И вот токсичными людьми очень часто бывают близкие люди, ну, в частности, там, родители мужа или жены, которые своим вмешательством в жизнь, да, ну, вот, деструктив постоянный носит. В чем токсичность? Отравление в общей обстановке. Живем мирно, пока не приехала твоя мама. Вот, и тут все, как бы, начинает переустраиваться. Вот, ну, здесь, скажем так, уже не столько начинают действовать правила взаимоотношений в расширенной семье, сколько правила отношений с токсичными людьми. И, собственно говоря, если вы пьете керосин, и это отравляет ваш организм, и вы придете к врачу, и он скажет, ну, может, перестань пить керосин. Может, не пить керосин. Просто не надо этого делать, да. И здесь то же самое. Вот есть определенный уровень токсичности людей, когда нужно оградить себя и детей, и свои отношения ради их спасения. Будете ли вы это объяснять другому человеку, тому, кто является токсичным, не знаю. То есть здесь уже будет зависеть от того, насколько вы считаете это целесообразным. Вот, но бывают ситуации, в которых нужно оградить себя. Да. К сожалению, об этом нужно сказать. У нас был вопрос, кстати, про токсичные отношения, но мы поговорим, а он просто в рамках отношений мужа и жены. И там был вопрос о том, что как мне вести себя. Но мы оставим, мы сейчас больше про родителей. И в завершении этого видео еще один вопрос. Он не написанный, а просто не распечатанный. Здесь, но не суть. Ситуация такая, что отец... Это история девушки, которую отец не уважал никогда. Как бы, ну, ты моя дочь и все такое, но любви не было никогда. И сейчас она в состоянии такого, ну, страдания, непринятия или что-то такое. Есть какой-то метод, я не знаю, выводы из этого состояния, принятия себя или что-то такое? Ну, если речь все-таки о взрослой девушке, а не о подростке, да, о взрослом человеке. Во-первых, нужно, скажем, ну, опять банально прозвучит, но взять ответственность на себя. То есть ваше самоуважение зависит сейчас только от вас. То есть событие лежит в прошлом. Ваш папа вас не уважал или там недооценивал, или не сформировал у вас что-то, что должен был сформировать как папа. Вот все, факт, закрыта история, потому что событие лежит в прошлом. Повлиять мы на это не можем, изменить мы это не можем. Но страдаете-то вы сейчас в настоящем, и, скорее всего, плывет ваше будущее, потому что там вы не можете найти каких-то для себя возможностей. Поэтому вот сейчас за настоящее отвечаете вы уже, а не ваш папа. Поэтому что можно сделать мне самой, чтобы этот вопрос решить? Во-первых, говорю, вот это отсоединение, все, папа повернулись как бы спиной, воображая себе будущее, да, не потому что мы перестали с ним общаться или возненавидели его, а просто уже там. Что я могу сделать сейчас? А сейчас, скажем так, самооценочно то, что мы себя представляем, мы получаем информацию в самооценку из разных источников. Я как специалист, я как друг, я как родитель своих детей, я как муж или жена, я как, не знаю, человек, который умеет лепить из пластилина или там сажать цветы, любит и так далее. Ну то есть вы же из чего-то состоите, вот что-то у вас есть, и вот это нужно все активизировать. То есть как папа влияет на то, что вы любите сажать цветы? Или как папа влияет на то, что вы там, не знаю, очень хорошая подруга, и вас любят и приглашают там во всякие компании? Или как папа влияет на то, что вы человек с хорошим чувством юмора? Ну то есть подтянуть к себе, сделать для себя понятным, объективным все то, что в общем и чем вы являетесь. Потому что мы не можем изменить ваше прошлое, но мы можем делать что-то в настоящем. И тогда начнет просвечиваться будущее, будет понятно, как это использовать. Потому что человек, который имеет какой-то травмирующий опыт в прошлом, и который не видит будущего своего, так страдает от этого, что ему плохо и плохо в настоящем, и плохо и плохо, и бесконечно плохо. А он смотрит опять в будущее, а там ничего нет, и он начинает вспоминать, что было в прошлом, а там опять все плохо. И в общем, вот надо перестать туда и туда. Нужно остаться вот то, что у меня есть на данный конкретный момент, что я могу, что я люблю, что я из себя представляю. И вот из этого соткать будущее. Да, ну вот это чисто психологический такой механизм. Психологи волшебные люди. Вот я слышу, и так все понятно становится, так все ясно. Вы что, так можно было? О, круто. Ладно, на этой ноте мы как раз и пришли к завершению этого выпуска. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Друзья, напишите в комментариях, было ли полезно то, что вы услышали, получили ли вы ответ для себя на какой-то из вопросов. Обязательно поделитесь этим видео с кем-то из своих подруг, друзей, кому это могло бы быть на ваш взгляд, даже если не на ваш взгляд. Просто поделитесь этим видео со всеми, полезно точно будет. Также я хочу сказать, что, конечно, несмотря на то, что мы читали ваши вопросы, которые вы писали, мы не могли досказать или додумать какие-то ситуации, не описанные вот в этом кусочке текста. И если вы хотите получить полную консультацию, мы контакт оставим Надежды Объеденовой в описании, и вы можете записаться на платную консультацию, получить для себя вот все профессиональную помощь, короче. Как вот принято говорить, что обратитесь к специалисту, вам помогут. Ну, мы в это верим, во всяком случае. Все, еще раз большое спасибо, продолжим экспертные наши встречи. Еще будут у нас они такие, а пока подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, скажите, какие мы все молодцы. Все, спасибо большое и пока. До свидания.